Добрый вечер! В эфире Вести Карачаево-Черкесия в студии Руслан Жукаев. Это прорывной проект ООО «Архэсфрутлогистик» по закладке интенсивных садов на площади 1000 гектаров. А вот на этом поле в очень скором времени будет построено плодохранилище мощностью единовременного хранения до 60 тысяч тонн. Завершить строительство планируется к 2028 году. На сегодняшний день ООО «Архэсфрутлогистик» реализовал посадку интенсивных садов на площади 400 гектаров. Это будут суперинтенсивные современные фруктовые сады. Их закладка плюс строительство плодохранилища входит в модель экономического развития Карачаева-Черкесии, рассказали министру сельского хозяйства России Оксане Лут. Сады сажают нигде попало. Выбирают самые лучшие поля. Саженцы также готовы. Сейчас июль месяц, конец июля. В июле мы раньше мечтать не могли, что можем сажать саженцев. То есть у нас было окно возможностей осень и короткая весна. Сейчас за счет того, что есть технологии, достаточно известные, мы в своих саженцах хранилищах храним и можем вытаскивать. А в хранилищах, ну там где? В питомнике. Что касается оптово-распределительного центра, то это будет самое большое на Северном Кавказе плодохранилище. 60 тысяч тонн фруктов единовременного хранения. Плюс самое зеленое с точки зрения экологии. С подачи главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова здесь же при плодохранилище будет построен небольшой цех по переработке продукции. Сок первого отжима, чипсы, возможно, пюре. И этот проект станет локомотивом кооперации в республике. В Карачаево-Черкесии также поощряется частное садоводство, финансируемое из бюджета республики в виде грантов. А это дополнительный заработок для местного населения. Я вам даже так скажу, вот у нас самая большая административная граница с Краснодарским краем. И один из экономически депрессивных районов был как раз на границе с Краснодарским краем. Отток населения видели там. Когда мы заложили первые сады, все остановилось сразу. И первая кооперация пошла. Пошла оттуда, да. Пошла первая кооперация оттуда. Но самое главное во всем этом занятость местного населения и обеспеченность рабочими местами. Средняя зарплата здесь выше, чем средняя по экономике в республике. У нас 57, да? 57, да. 57. Но мы хотим поднять больше 60. И поэтому, конечно, для нас этот проект очень важный. Потому что вот здесь несколько населенных пунктов. Откуда приезжают люди и здесь работают? Больше тысячи человек здесь. Тысячи человек. Это для нашей республики одно из таких крупнейших предприятий. Для министра сельского хозяйства России Оксаны Лут провели экскурсию по саду. Она пообщалась со студентами, которые здесь проходят практику, которые посетовали на недостаточность практических занятий. Просили по возможности пересмотреть и саму образовательную программу, сделать ее более современной. Эти пожелания были приняты министром к сведению. В завершение экскурсии Оксане Лут предложили принять участие в посадке двухмиллионного саженца яблони. Темно-красные яблоки. Это уже у нас саженцы второй год после питомника. Категория 5-7+. Второй год после питомника, то есть на следующий год тоже будет урожай такой же? Да, как и на тех деревьях. Будет на каждом дереве 20 яблок будет. Министр сельского хозяйства России получила приглашение посетить сад в сезон уборки урожая и лично убедиться в эффективности этой затеи, возродить традиции садоводства. Оксана Лут предложила главе республики Рожду Тимрезову представить комплексную программу по развитию садоводства в Карачаево-Черкесии. Ее изучат и по возможности будет оказана поддержка из федерального центра. Мадина Каракетова, Миха Каракелян, 200, Карачаево-Черкесия, Прикубанский район. Затем министр сельского хозяйства России Оксана Лут посетила завод по переработке баранины Дамате в Черкесске. На месте провели экскурсию и рассказали, какая продукция в последнее время пользуется особым спросом и какие меры позволяют достичь высокое качество баранины. Подробнее Альбина Ламкова. Чистота и гигиена на заводе Дамате – это не просто важные аспекты производства, но и основа для создания качественной и безопасной продукции. Это первый шаг к тому, чтобы каждый продукт был произведен с соблюдением всех необходимых стандартов и требований. На заводе создана современная система контроля качества продукции на каждом этапе производства. Поддержание идеальной чистоты работниками, естественно, помимо соблюдения правил личной гигиены, проходят медицинские осмотры и надевают специальную защитную одежду перед началом работы. Все производственные помещения и оборудование тщательно очищаются и дезинфицируются после каждого цикла производства. Сижу за этикеткой, за качеством упаковки. Мы строго соблюдаем все правила упаковки и продукции готовой. После нас она еще подлежит дополнительной проверке. Завод стал важнейшей частью масштабного проекта по возрождению отрасли мясного овцеводства на Северном Кавказе. Он включает в себя сервисную компанию для фермеров, племенные откормочные площадки, селекционные генетические центры. Об этом рассказали председатель совета директоров групп компании «Домотэ» Наум Бабаева и глава Корчаева-Черкесии Рашид Темрезов, министру сельского хозяйства России Оксане Лут во время экскурсии по заводу. Особым спросом пользуется «Карчаевская Черная», рассказывает Наум Бабаев. «Терри приезжают, нас меняют, и он пошел в цели. Мы будем постоянно это работать. Вот так Карачаевскую Черную еще и вот так упаковывают. У нас строят сумасшедшие все страны Москвы». Всего на предприятии производится более 300 позиций продукции. Она сертифицирована по стандартам халяли-каше. Реализуются через федеральные и региональные сети по всей стране. Год назад «Домотэ» в рамках модернизации запустил цех по изготовлению консервов. Производство уже налажено. Об этом убедились и гости предприятия. Это вновь созданы рабочие места. Продукция консервов, как и вся остальная, уже получила популярность. О входе двухсторонней встречи министр сельского хозяйства России Оксаны Лута и главы Карачаева Черкесии Рашида Темрезова подвели итоги рабочей поездки в республику. Стороны обсудили ключевые вопросы развития АПК региона. В частности, речь шла о растениеводстве и животноводстве. Оксана Лута отметила органический рост объема производства практически по всем направлениям сельского хозяйства Карачаева Черкесии. Отдельно остановились на вопросе развития плодовых насаждений в республике. Как подчеркнула министр в регионе, существует хороший плацдарм для увеличения объема производства. Что касается животноводства, то для республики это направление играет ключевую роль. Также обсудили реализацию программы комплексной развития сельских территорий в Карачаево-Черкесии. Рашид Темрезов поблагодарил Оксану Николаевну и аппарат Минсельхоза России за поддержку и эффективное сотрудничество. Отдельное внимание, безусловно, надо уделять плодовым насаждениям. То есть это преимущественно, конечно, яблоки. Здесь мы с вами обсудили дальнейшую программу наших действий. Видим в Карачаево-Черкесии отдельный плацдарм для того, чтобы увеличить объем производства яблок, особенно в силу климатических условий, которые могут нас в целом всю страну закрыть по объемам. В случае плохих климатических условий центральной части России, как это у нас с вами произошло в текущем году. Здесь, конечно, видим возможности дальнейшего развития по садоводству и будем увеличивать в этом плане объемы поддержки. Ну и второе направление, конечно, по животноводству. Понятно, что все виды животноводства представлены в Карачаево-Черкесии, но ключевым, конечно, является производство баранины. Здесь тоже посмотрели с вами бойный завод. Прекрасный завод, который позволяет делать большую номенклатуру продукции, выпускать до 25 тысяч тонн продукции в год. Это, соответственно, самый большой вопрос – это вопрос сырья. Ключевых направлений, которые мы видим, точки развития очень хорошие. Поэтому здесь уверены, что будет увеличение объема производства. Мы со своей стороны окажем максимальную поддержку в рамках нашей государственной программы. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, гроза. В отдельных районах сильный дождь. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 19. В горах местами плюс 7, плюс 12. Днем плюс 24, плюс 29. Продолжаем выпуск. Преданность своему Отечеству, долг, честь и патриотизм объединяют этих людей. Сегодня в Узжигуте отмечали памятную дату – День ветеранов боевых действий. Майя Хамдохова с мероприятия. В этот день ветераны собираются у мемориалов, возлагают цветы к мемориалам и памятникам, вспоминают погибших бойцов и товарищей. Мы в неоплатном долгу перед всеми поколениями защитников Отечества. И особенно это важно для подрастающего поколения, потому что ребята должны видеть, видеть те образы и образцы мужества, на которых они должны равняться. Сегодня поздравления принимают все участники боевых действий, независимо от звания и количества наград. На мероприятие в Узжигуте пригласили воинов-интернационалистов, участников специальной военной операции и членов их семей. К великому сожалению, не все вернулись домой. Некоторые отдали свою самую дорогую жизнь свою. Они всегда останутся в наших сердцах. Геннадий Петраченко вспоминает сегодня историю призыва на афганскую войну. Он рассказывает о трудностях, через которые пришлось пройти ему и его боевым друзьям совсем еще молодыми. Афганская война – наша история сквозь боль и потери наших друзей и товарищей, делится ветеран. Когда призывали, команда 280 относилась к Германии, но приземлились в Солнечном Ашхабаде. Ну тогда сразу понял, что Афган в разгаре, идет война. За два с половиной месяца подготовки на полигоне и перебросили в Афган. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов в своем обращении сказал, что во все времена защитников Отечества, настоящих героев и преданных своей стране патриотов отличали мужество, отвага и беззаветное служение Родине. Долг и честь для российских военнослужащих всегда были и остаются главными жизненными принципами. Им верны и наши бойцы, участники специальной военной операции, которые не просто самоотверженно отстаивают национальные интересы России, а показывают всему миру, что нашей великой многонациональной стране не страшны никакие натиски врагов. Майя Хамдохова, Ренат Муков, Вести, Карачаева, Черкесия. В Карачаево-Черкесии стартовала социальная кампания продвижения безопасности. Федеральный проект сфокусирован на основные факторы аварийности. При этом, как объяснили в Республиканском ОГИБДД, каждый субъект федерации, участвующий в кампании, сосредотачивается на наиболее актуальной для региона проблеме. У нас основные мероприятия будут направлены на снижение количества ДТП, связанных с нарушением скоростного режима. Транспортных средств, а именно по разнесениям их всех условий дорожного движения. Что превышение установленной скорости на каждом промежутке участки автодороги приводит к летальным исходам дорожно-транспортных происшествий. Поэтому каждый водитель сможет себя проверить. С водителями также будут проводиться викторины по знаниям правил дорожного движения. И что именно приводит к превышению скорости. В Карачаево-Черкесии с размахом отметили День молодежи. Молодым людям свои поздравления направил глава республики Рашид Тимрезов. Он отметил, что наш регион уже второй год признан одним из лучших в сфере молодежной политики. А в этом году, объявленном Годом молодежи в Карачаево-Черкесии, будет продолжен курс по развитию. Фестиваль молодежи в Черкесске, который прошел в парке «Зеленый остров», посетили более 5000 участников. Для них были организованы мастер-классы, выставки, игры и соревнования. Так, на площадке кастомизации участники фестиваля могли превратить свою одежду в уникальный и стильный наряд. Проявить креативность и своими руками создать оригинальный принт. Также были развернуты площадки настольных игр, спортивные площадки, плейнер, где каждый мог взять в руки фломастер и нарисовать рисунок. Для любителей литературы работала площадка, на которой можно было обменять и обсудить книги. Автомото-выставка на фестивале молодежи собрала любителей дрифта, тюнинга, ретро-авто и мотоциклов. Масштабное мероприятие под эгидой Федерального дня молодежи впервые организуется на территории Карачаева-Черкесии и реализуется при поддержке Росмолодежи президентской платформы «Россия. Страна возможностей». Главное изменение в этом году это то, что мы теперь стали частью федеральной площадки. То есть мы это делаем не на оригинальном уровне, данная площадка является федеральной. Мы вошли в список из 38 субъектов Российской Федерации, которые это делают на федеральном уровне под франшизой Росмолодежи. Здесь собрано 21 направление, то есть мы масштабировали наш фестиваль. Благодарность главе Рашид Борисбевича Тимрезову за то, что этот год был объявлен годом молодежи и нам сделали такой щедрый подарок. Спасибо большое. И это все весы на сегодня. Прямо сейчас смотрите первые серии фильма «Лимитчица». Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok